Казахстан Казахстан призывал людей не паниковать. Призывая людей не паниковать, похоже в Нацбанке решили просто оторваться от реальности. На их официальном сайте курс национальной валюты по отношению к доллару и евро остался прежним. Представители малого и среднего бизнеса требуют более адекватного реагирования на резкое падение СОМА. Обязан заявить об этом, что нет регулирования. Хотя вот все наше бизнес-сообщество, мы всегда боролись против регулирования, всегда боролись против контролирования. Но именно в данной части здесь необходимо государственное регулирование, а также государственные какие-то принятия мер на поддержание национальной валюты. К сожалению, как говорят эксперты, от Нацбанка здесь мало что зависит. Финансовый шторм в Центральную Азию пришло с севера. С осени прошлого года в России плавно девальвируется рубль, а в свете последних событий в Украине и огромного оттока капитала из России стабилизация рубля пока не предвидится. В данный момент отдельные правительства среднеазиатских стран пытаются поддержать свою валюту масштабными интервенциями доллара, но аналитики называют эти меры временными. Потому что снижение сейчас идет по всем экономикам развивающихся стран. С развивающихся рынков уходят деньги, уходят инвестиции. Соответственно, это приводит к снижению фондовых рынков и к давлению на валютные курсы. В среднесрочной перспективе эксперты с осторожностью предрекают девальвацию денежных единиц всех стран Центральной Азиатского региона, в меньшей степени Туркменистана. Реальные доходы тех, кто работает в России, они уменьшатся. И поступление в бюджеты и в общем-то в семейные бюджеты тоже будет уменьшаться. Тем более, что расходы у людей, номинальные расходы возрастут, а реальные доходы уменьшатся. Поэтому все-таки откладывать, отсылать семье будет прежнюю сумму очень-очень непросто людям. И это, конечно, будет влиять на ситуацию в этих странах, накалять ее, обострять, будет, собственно, копиться недовольство у людей. Обесценивание национальных валют повлечет за собой сокращение торговых отношений региона с Россией. Особенно это касается Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Но эксперты уверяют, что резкого падения торгового баланса не стоит ожидать, а вот снижение уровня жизни населения просто не избежать. Импортозависимые республики острее всего почувствуют последствия финансового шторма. Редактор субтитров А.Семкин